К изготовлению мебели, которая будет продемонстрирована в сегодняшнем фильме, я отношения не имею. Это мебель других мастеров. Меня зовут Владимир Иванович, и я приветствую вас на своем столярном канале. Самый нарядный, самый дорогой стул, это стул ресторанного типа. Это мое мнение, личное. Для его изготовления используют твердые породы, красивые геометрические формы, плавные переходы, округлые линии, ножки кабриоли литоченые. На этом стуле могут присутствовать элементы токарной обработки и элементы резьбы. Сидение обязательно должно быть мягким, обтянуто тканью, как и спинка. Такой стул, соответственно, стоит, должен немножко дороже против обычных. Меня попросили собрать мебель, которая изготовлена мастерами Малайзии. Простая работа сборщика мебели. Мне интересно было посмотреть эту мебель и показать вам, друзья, качество изготовления этих деталей. Так как мебель поступает в разобранном виде, и после приобретения эту мебель обязательно надо собрать. Таких фильмов по сборке мебели на моем канале не было. Это первый мой фильм. Я решился снять не только потому, что это очень простая работа. Еще раз скажу, мне хочется показать качество исполнения импортной мебели. Хочу попутно познакомить с мебелью наших мастеров. Вот, друзья, под рукой у меня стоит красивый стул. Сравнить ценовую политику. Мебель из Малайзии изготовлена из натурального дерева. Это гевея, золотое дерево, каучоконосное дерево. Это плотное тяжелое дерево. Вот так выглядит лицевая поверхность, сиденье стула. И так, друзья, не пугайтесь выглядеть обратная сторона. Качество исполнения, конечно, морилка и почем заставляет быть лучшим. Я посмотрелся, видны следы шариковой ручки. То есть, был какой-то шаблон. По шаблону размечали, потом сверлили. Не всегда это удачно сверление происходило. После сверления зачистку не производили. Мебель склеена из небольших кусочков, вы видите прослойки. Менеджер заверяла моего покупателя и сказала, что присутствует эффект старения, специально бьют точечки. Я не буду комментировать этот эпизод. Вот точки, вот точки. Просто хочу, чтобы прокомментировали вы. Обработка хорошая, гладкая, чистенькая. Вот такие детали на спинку. Сама спинка. Это гнута клей. Видите, из нескольких полосок набрано. Посверлены отверстия кругом. Спинка должна устанавливаться в отверстие. И специальные клиния, клинями, вот это все надо распилить. Я не думаю, что это удачное и крепкое решение. Точно так ножки. Все собирается на клею. Я буду использовать D3 клей. Соберу и покажу. Единственное, спинка распирается глинями. И на спинку дополнительно ставятся еще саморезы. Вот с этой стороны. Потому что, чтобы при нагрузке спинка не выскочила. Я не скажу, что этот вариант крепления спинки очень удачен. Не буду обсуждать конструкцию. Хочу, чтобы вы поучаствовали в обсуждении. Я думаю, тема интересная. Да, внешний вид. Я много раз говорил, стоит ли поверхность, которая не видна заказчику, покупателю, обрабатывать, стараться. Вот ответ на эти вопросы. Стоит или не стоит. А это поверхность, скажем, которая обработана гладенько, чистенько. Особо не заморачивались производители. Очень простая форма. Уже проще, друзья, не придумать. Никаких украшений на этой мебели не присутствует. Простые формы. Здесь накатана, как на шкантах, то есть, что плотно и оставался клей. Хочется немножко вас познакомить с инструкцией по сборке мебели. Думаю, будет интересно. Это ответ на вопросы. Мы начинаем пользоваться техникой и лишь потом изучаем инструкцию. На ножках, чтобы не перепутать, нанесли цвет. Зеленый, красный, синий и без цвета. То есть, окончание ножек, где будет наноситься клей, имеет свою маркировку. Задняя зеленая нога и задняя синяя нога. Видите? Вот здесь. И передние две ноги. В таком положении сверху будет накрываться сиденье. Очень понятно. А теперь посмотреть на перемычку вот эту. Перемычка расположена так, что расстояние-то больше от передней перемычки, чем от боковинок. Боковинки расположены к сиденью ближе. Смотрим этот рисунок. Вот боковинка. А здесь боковинка расположена дальше от сиденья. То есть, перемычки между двумя ножками ближе к сиденью, а перемычка боковая дальше. А здесь наоборот, перемычка ближе. К какому рисунку верить, друзья, трудно сказать. Поэтому собираем по своим ощущениям. Хочу провести цифры себестоимости. Стул стоит 2400 рублей. Это продают его в столице. Доставка 20% от стоимости стула. Плюс 10% за сборку стула. Итого стул получается около 3200 рублей. Итак, друзья. Стул, который вы выглядите, стоит 3200 рублей. Материал гивея. Золотое дерево. Это дерево проравнивает к нашему дугу по плотности, по красоте. Качество исполнения желает быть лучшим. Я сказал честно, без обмана. А вот это стул, друзья, изготовленный нашими умельцами. Это парень живет в нашем поселке, где живу и я. Я взял просто для фильма и показать чужую работу. Что вот этот стул чужая работа. Что этот стул чужая работа. Так будет, наверное, намного честнее, чем своя работа. Вот этот стул изготовлен из термобука. На ремнях сиденье. Спинка. Вот такой имеет внешний вид. Ножки кабриоль. Надежно, крепко сделан. Вот такой вид с обратной стороны. Вот этот стул в рознице 6 тысяч рублей. 3200 и 6000 рублей. Разница на 80% дороже вот этого стула. Я не буду комментировать и делать выводы. Я хочу, чтобы выводы сделали вы. Так будет, наверное, намного честнее к зрителям, к подписчикам, да и к самому себе. Часто, друзья, мне пишут комментарии. Может, мои формы немножко устарели при изготовлении столярных изделий. Но я продерживаюсь принципа сделать изделие крепким, надежным. Дать гарантию, чтобы это изделие служило несколько десятков лет. Вот этот стул, я вам честно скажу, не будет долго служить. Выломается спинка. Ножки такая конструкция, что долго они не прослужат, по моему мнению. Компании бывают разные. Могут быть и шумные компании. Там вообще стул долго не придержится. Я в начале фильма говорил, не зря. Самым крепким считается ресторанный стул. Он и рассчитан на шумную компанию, на нагрузки. Где может себе позволить стул наклонить, посидеть на двух ножках, а то и на одной ножке. Ну такая наша жизнь. Поэтому под эту жизнь надо нам строить мебель. В конце фильма я хочу услышать от вас комментарии, сравнить. Как я сказал, я не делаю выводов. Площадка для комментариев оставлена вам. Так что задавайте вопросы, делитесь мнениями. Итак, главный вопрос. Стоит ли покупать нам импортную мебель или остановиться на своей отечественной, которая выполнена с гарантией, с качеством, но немножко дороже. Почему дороже, друзья, ценовая политика такая? Я не могу дать ответа. В любом случае, столяр не получает сколько денег, как этот стул в рознице. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь мнениями. Я вам говорю, всего доброго. До новых встреч. С уважением. Владимир Иванович. Продолжение следует.